Привет, друзья! Сегодня еще раз будем говорить о том, почему науку Каббала не изучают в одиночку. Ну, начнем с того, кто, может быть, не очень знаком с этой наукой, что наука Каббала очень практическая, и она именно хочет то, о чем говорится, ощутить. В этом отличие ее от многих методик, верований, религий и прочего, где либо только изучается, либо только верится и никак не проверяется. Наука Каббала, она немножко другая, на особенную. И при этом у нас как бы нет того органа ощущения, который мы хотим выстроить, чтобы почувствовать эту другую реальность, о которой говорит наука Каббала, дополнительную реальность, свойства отдачи, свойства любви, свойства Творца, в которой мы можем ощущать вечное, совершенное существование. В наших органах чувств это невозможно. Совершенно однозначно говорит об этом эта наука Каббала. Как же нам сделать так, чтобы все-таки ощутить то, о чем она говорит, потому что это обещает нам ни много ни мало бесконечное вечное существование. Я, например, готова немножко попрактиковаться ради такого случая. Давайте начнем с самого начала. Вот есть человек у нас. Допустим, это вот человек. Смотрите, не знаю, видно. Он состоит из материальных желаний. То есть это желание ради самонаслаждения. Здесь включены все даже самые такие вот наши благие устремления. Даже вроде бы якобы ради отдачи, кому-то помочь, что-то хорошее сделать. Почему? Потому что если я не получаю ответной реакции никакой, да, спасибо или там ты молодец, какого-то положительного подкрепления, то я эти действия делать не в состоянии. Поэтому они называются тоже материальными и тоже ради себя. Точно так же, как любое желание украсть что-то, либо же сходить на балет. Некоторые люди считают эти желания, они более такие возвышенные, поэтому тоже духовные. Но так как на балете я тоже самонаслаждаюсь, все эти наши желания относятся к материальным, ради себя, ради собственного наслаждения. Но наука Каббала говорит еще и о том, что в каждом человеке скрыты духовные желания. Где же они находятся? И каким образом мне их пробудить? Духовные желания – это ради отдачи, ради того, чтобы наполнить других, ради того, чтобы действительно я мог из черной дыры, воронки, которая все втягивает, превратиться в нечто эманирующее, отдающее. И смог бы использовать все свои материальные желания, смотрите, как важно, как интересно, ничего не уничтожая, уникальная наука действительно Каббала, а именно использовать их для того, чтобы отдавать, то есть создать намерение ради отдачи, что и является этим новым органом чувств, в котором мы встречаемся с Творцом, и в котором мы начинаем его ощущать. Так вот, вот эти мои желания, они на самом деле как бы мною не ощущаются. Они от меня отрезаны и скрыты. А где же они находятся? Они находятся в других людях. Смотрите, это совмещается как-то вот так. Вот так. То есть в другом человеке находится мое желание ради отдачи. Так устроена из-за системы разбиения, которую мы прошли. Очень сложная система, очень интересная. О ней можно узнать подробно, там 10 больше занятий, которые на основе науки Каббала изучаются в Академии МАК. Этим можно поинтересоваться, либо самому почитать. Я как бы сейчас дам суть просто, выжимку того, о чем говорю в этом ролике. Смотрите, духовное желание находится в другом человеке. Даже можно так сказать, в других людях. В других людях мои духовные желания находятся. При этом вот эти мои духовные желания, они, находясь в других людях пока что, когда я их вижу и ощущаю, они мной отталкиваются. Отталкиваются. То есть я не имею доступа к своим духовным желаниям. Представляете, какая хитрость была сотворена Творцом, и неспроста, очень даже неспроста. Именно поэтому науку Каббала не изучают в одиночку. И именно поэтому есть такой, мне показался он смешным, очень наивным такой лозунг, когда я только начала заниматься этой наукой. Только вместе. Вы как хотите. Я как бы сама попробую. Но вы хотите вместе. Если вы слабые такие люди, ну давайте вы вместе. А я потихонечку сама. И потом я только начала понимать, почему только вместе. Потому что всё, что моё ради отдачи, оно находится в другом. И мало того, оно ещё мною полностью отвергается. Вот никогда вам не покажется, что другой человек, он стремится к отдаче. Вам всё время будет казаться, до того момента, пока вы не перейдёте в это свойство, свойство отдачи, что вот именно он мешает, да, вот этот товарищ мой единомышленник, что-то с ним не то. Вот это не отдача то, что он делает. Вот то, как я понимаю, как я ощущаю, это да, это отдача. А почему? Потому что материальные вот эти желания, некоторые из них очень хорошо и успешно прикидываются духовными. Но никогда нельзя этому верить. Именно поэтому науку каббала не изучают в одиночку. Именно поэтому нужны единомышленники, чтобы я мог как бы достать из них и отдать им те духовные желания, которые у нас есть. То есть мы вот таким образом, соединяясь, создаём систему отдачи. Систему отдачи. Отдача не может раскрыться в одном каком-то отдельно взятом человеке. Даже если он будет очень-очень хотеть, очень стремиться. Но система мироздания задумана так, что часть нас, самая лучшая, самая чистая, помещена в другого человека. И этим она как бы защищена от того, чтобы мой эгоизм захапал её. Понимаете? Она находится в моих товарищах в абсолютной безопасности. И если я захочу соединиться с этими своими духовными желаниями, я должен выскроить любовь к своим товарищам, уважение, желание, чтобы они развивались, чтобы они продвинулись. И если я буду только этим заниматься, вот только этим, допустим, я стаюсь совершенно не понимающим ничего, что говорит наука каббала, но стараюсь сделать так, чтобы мои товарищи поняли, мои единомышленники были на подъёме относительно цели, чтобы они были так воодушевлены, что действительно этим стоит заниматься, это стоящее дело, чтобы их не отвлекали какие-то такие, знаете, помехи в жизни у каждого человека раскрываются, которые отталкивают, говорят, да потом, не сейчас, или это не для тебя, это для других людей, а ты слабый, уходи, забудь. Если я помогаю своим единомышленникам оставаться всё равно на пути и стараться, стараться прийти к вот этому раскрытию свойства отдачи внутри нас, внутри нашей вот такой вот связи, то тогда именно я и получаю доступ к своим духовным желаниям, к желаниям отдачи, к вот этому намерению ради отдачи, которым смогу покрыть свои материальные желания. Вот такая вот сегодня информация. Я понимаю, что она сложная, и она как будто бы даже вот недоказуема. Вроде бы как, ну, говорят, ну да, ну может быть, но я попробую сам. Пробуйте, это тоже очень важный этап, но в результате этих пробований вы убедитесь всё равно. А лучше попробуйте сейчас пробуждать других, пробуждать своих товарищей, как-то быть всё время в контакте, стараться, немножко подбодрить, поддержать, и вы увидите, как вы получаете подъём, воодушевление к цели, к нашей цели дойти до корня творения вообще, познать, кто и что, и для чего я здесь, какая моя роль. Вы почувствуете именно через вот такую вот работу, как бы опосредованную, вот такую вроде бы не напрямую с собой, но вы почувствуете, как вы пробуждаетесь, как вы оживаете, потому что вы вливаете вот эти вот жирительные соки в свои свойства, которые находятся в другом человеке, самые лучшие, самые чистые. Я вам желаю хорошей недели, до связи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok